Докупник Александр Владимирович, Санкт-Петербург, Государственный университет сгодных коммуникаций, сейчас называется Университет Москового речного флота имени Адмирала Макарова. Итак, позадаю тему для разговора уравнения на Ге Стокса, причем сконцентрироваться на довольно узкой тематике, точные решения. Имеется в виду, что решения с учетом абсолютно всех членов, как линейных, так и нелинейных. Уравнение на Ге Стокса в простейшем варианте трехмежном, когда потенциал внешних сил у нас присутствует, вот в таком варианте можно написать. Справа мы наблюдаем оператора Латморца, ряд это чистое три номера, куда входит вязанность. Фи – потенциал внешних сил. Здесь, конечно, нет никакого у нас магнитного, электрического поля. Фи – это потенциал внешних массовых сил. Что мы хотим? Ну, мы хотим, конечно, угадать такие решения, чтобы абсолютно все члены уравнения у нас работали. Ну, а именно, нестационарные, конъективные, нелинейные, члены давления и члены, которые зависят от ренольца, так называемые вязкие члены. Четыре группы членов, мы ничего не будем исключать, все они должны внести сход в вкладку. Какая основная идея? Ну, идея, в общем-то, простая. Если посмотреть на уравнение, то немножечко тесно в рамках переменных, которые изначально тут присутствуют. Скорость и давление всего четыре. Как-то немножко тесновато. Напрашивается ввести новые вспомогательные переменные, чтобы расширить наши возможности, в том числе возможности моделирования решения. Конкретно какие переменные напрашиваются ввести? Ну, идея такая. Вначале построим интеграл этих уравнений. Туда войдут какие-то величины, которые можно взять как новые ассоциированные неизвестные. Вот в простейшем варианте, если отбросить агитивные функции, то интеграл представляется в обзоре такой системой девяти соотношений. Посмотрите, пожалуйста, здесь. Наши основные неизвестные УВП имеют порядок уже ровно на единицу, меньше, чем в исходных уравнений. Но, правда, появились другие ассоциированные неизвестные. Они вот в правом частице написаны. Они обозначены веселыми буквочками ПСИ. Их ровно 15. Итак, идея вот такая. Было у нас 4 переменные. Вводим еще 15. Так что всего будет 19. Зато получаем возможность моделирования. Вот как-то изначально пытаться эти переменные так комбинировать, чтобы у нас точное решение в конце концов получилось бы. Обратите внимание на последние, скажем, три уравнения. Выражение для УВВ. Фактически эти три уравнения дают нам структовый решение. То есть выражение, их же, значит, ассоциирование неизвестное для самых неизвестных. УВВ. Ну, а значит, мы имеем возможность уже подстраивать наши функции так, чтобы это было заведомо все выпало. Если внимательно посмотреть на вот те 9 уравнений, то возникает такая интересная возможность. Можно исключить некоторые из ассоциированных неизвестных. А именно те, которые имеют номера с 10 до 15. Если эту работу проделать, то у нас... То у нас получается то, что можно назвать первичным генератором решения. Вот такая система двух уравнений. Правда, она написана неявно. Вот эти вот F и, то они вот тут наверху у нас представлены через исходные. Фактически каждый из этих двух представляет уравнение четвертой степени. Этих уравнений два. Но неизвестных, которые там будут фигурировать, всего 9. Так что мы имеем ощутимую выгоду. 9 неизвестных, всего два уравнения. Считаем, 9 помощников у нас получается. Те ведь кнопочек, на которые мы можем нажимать, и сразу будут выскакивать выражения для наших функций ПСИ. Ну, а значит выражения для всех остальных наших неизвестных, включая и исходный УВИ. Итак, первичный генератор есть. Теперь давайте приведем пример самой очевидной реализации. Что можно получить, какое точное решение с помощью этой методики можно получить. Ну, вы знаете, первое, что приходит в голову, конечно, попытаться искать решение в виде экспонентов. Но не просто экспонентов, а вот таких, чтобы структура, которая была у нас выявлена, заранее была бы удовлетворена. Поэтому предлагается ввести для наших левых функций, которые там соединиться по 9, тут обозначены, вот такие вот исходные предположения. А, АТ, Б, АТ, С, это наши амплитудные функции. Ну, и дальше наблюдаем то, что называется плоская волна. Есть плоская волна у первой тройки с лавном вектором N1, 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 N1. У второй тоже самое 2, и у 3 тоже самое 3. Итак, вот наше исходное предположение. Теперь мы все это, представляя структурной формулой, замечаем, что УВВ будет иметь вот такой вид. Ну и, как говорится, включаем наш генератор. Все вот в эти два уравнения с 9-ю неизвестными подставляем и обнаруживаем интересные вещи. Во-первых, чтобы равенства были выполнены, должны быть вот такие при обыкновенных дифференциальных уравнений выдержанные. Ничего тут сложного нет, линейное уравнение фактически первого порядка. Дальше. Остальные неизвестные величины, вот эти вот координаты волновых векторов, а их у нас 3 тройки, то есть 9, должны удовлетворять системе вот таких вот шести алгебрических уравнений. Вот эти уравнения здесь выписаны, в каждой из них есть уравнение четвертой степени, значит мы имеем систему шести уравнений с 9-ю неизвестными. Считаю, каждое решение, которое мы получаем этой системы, в конце концов дает нам точное решение по уравнению на 2-й стопс. Что за решение тут можно отметить? У этой системы есть решения всякие, всякие разные. Есть, конечно, и вещественные, есть и комплексные. Поскольку здесь просто привести самый простой вариант решения. Оказывается, если предположить, что наши волновые вектора кореньярны друг к другу, видите, вот тут написано соотношение пропорциональности между патенантами волновых векторов, то тогда все вот эти шесть уравнений будут автоматически сразу выполнены. И мы получаем самое простое решение. Амплитудные функции находятся вот в таком варианте. Дальше M1, M1 и то же самое 2, 3 связаны вот такими вот соотношениями. Коэффициенты пропорциональности, написанные нюл и кси, они могут взяться совершенно по условию, только не равной нудой. Теперь, что с давлением? Давление у нас было, присутствовало в первом уравнении и только фактически было исключено. Если в это все уравнение подставить все вот эти вот соотношения, получаем интересную вещь. Оказывается, с точностью до потенциала давление будет просто постоянным. Итак, точное решение построено. В него войдут вот обозначенные здесь произвольные величины. Их видно будет две тройки и еще два, то есть ровно восемь. Поэтому можно говорить о каком-то простейшем классе точных решений уравнений. Ну, собственно, это и была моя скромная цель, которую я перед собой в данном случае поставил. Насколько мне удалось, значит, принести все это для слушателей, я, честно говоря, не знаю. Вот работы, которые тут представлены, некоторые из них, значит, содержат решения по коне задачи в более простых вариантах. Два Т-уравнений и другие более простых. Я вам очень много спасибо. Аплодисменты.